Здравствуйте, это Алена. Сегодня я снимаю видео, которое я не снимала еще ни разу, но у меня возникло настроение и желание это сделать, учитывая, что я в принципе уже давно не снимала видео. И это будет мое первое видео о моих покупках одежды, каких-либо. Почему я решила его сделать? Потому что у меня сейчас есть первый опыт заказа с интернет-сайта, ну точнее второй, но до этого я заказывала очень мало вещей. Первый раз я заказывала с сайта asos.com, а сейчас я заказала с сайта orangetau.com. Сейчас объясню поподробнее, что это за сайт, почему он так называется. И, собственно, в этот раз я заказала больше вещей, и мне они все подошли и понравились, и поэтому, в отличие от заказа с Asos, и поэтому сейчас я решила поделиться своим опытом заказа с вами, возможно, эта информация вам будет интересна и полезна. Если вам любопытно узнать, что я заказала и что из этого получилось, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Итак, сайт называется orangetau.com. Ссылку на этот сайт я оставлю внизу под видео, где вы сможете перейти на этот сайт и посмотреть уже, собственно, что там представлено. Смысл этого сайта в том, что, возможно, многие из вас слышали и либо знают сайт под названием taobao.com, наверное, честно говоря, я не знаю. Но этот сайт, как бы, это интернет-площадка для продажи различных совершенно товаров, начиная с одежды женской и мужской, заканчивая детской одеждой и какой-то бытовой даже техникой. Но сайт taobao, он сделан на китайском языке, соответственно, если вы, конечно, владеете китайским, то вы там сможете легко разобраться и найти то, что вам нужно. Если же нет, то это проблематично, потому что интернет-переводчик очень коряво переводит обычно сайты автоматически. И там, извините, черт ногу словит, все равно мало что понятно, даже если вы его переведете на русский. А вот сайт orangetau.com, он русифицирован. То есть это не то, чтобы один в один под копирку переведенный taobao, внешне он выглядит по-другому, но товары те же самые. Причем я хочу заметить, что я раньше всегда думала, что заказ подобных сайтов, там, каких-то китайских и так далее, это, ну, как бы не очень здорово. Это, значит, какие-то дешевые, некачественные вещи сомнительного происхождения, сомнительного производства. Ну, как сомнительного китайского, но, как бы, китайское производство бывает разное. Есть китай, сделанный на фабрике, есть китай, сделанный на коленке. Вот, и мне всегда казалось, что вот эти вот сайты, их много разных, они как раз вот такого, так себе качества. Но что я узнала, поизучав сайт orangetau, и у меня есть знакомая девочка, которая, как бы, ну, интересуется и заказывает себе вещи с китайского сайта данного, она мне рассказала, что главное не гнаться за дешевизной. Вот, если вы не будете выбирать самые дешевые товары, а это очень, наверное, большое соблазн надо сделать, потому что там реально можно купить вещи за копейки, ну, просто, ну, вот, действительно за копейки. Так вот, если вы не будете стараться этого сделать, а будете стараться выбрать наиболее оптимальное сочетание товара, его цены и предполагаемого качества, то вы, скорее всего, не пожалеете о закате. А если вы будете из принципа стараться нахватать побольше, заплатить за это поменьше, то, конечно, вы потом в итоге будете, скорее всего, плеваться, потому что вам могут прийти вещи из плохих тканей, криво сшитые, с торчащими нитками, и, ну, вы сами понимаете, что такое, как бы, скупое платье дважды, как говорится. Вот, соответственно, когда я решила попробовать и заказать что-то с этого сайта, я изначально настроилась на то, что я не буду прям экономить слишком-слишком, и так там все очень недорогое, поэтому я выбирала вещи достаточно неплохого качества, может быть, не самые дешевые, то есть там есть много разных продавцов, у них одни и те же вещи, вы можете выбрать одну и ту же вещь за разную цену. Я старалась выбрать не по самой низкой цене, скажем так. Вот, и еще один момент, оказывается, на этих сайтах можно найти вещи не просто каких-то непонятных китайских марок, сшитых, причем, на китайских девушек, которые очень миниатюрные, потом мы, европейские девушки, не можем ни во что влезть, но на этих сайтах можно найти вещи известных производителей, таких как Zara, таких как Massimo Dutti, Topshop, и, ну, это я просто сейчас перечисляю, вот такие известные молодежные марки, а, в принципе, очень много других известных марок там есть. И, соответственно, вот это мне было любопытно, я хотела посмотреть какие-то вещи, которые, может быть, не представлены у нас в магазинах или уже не представлены. И вот, что я нашла, наконец-то начну вам уже рассказывать. Первая вещь, которую я заказала, она, собственно, сейчас надета на мне, и это вот это ожерелье. Это, по идее, ожерелье Zara. Оно было в прошлой летней коллекции, в России эти ожерелья, насколько я знаю, даже не продавались. По крайней мере, в моем городе, а я живу в Новосибирске, они не продавались точно. Я, на самом деле, хотела это ожерелье приобрести еще, когда я видела его прошлым летом на чьих-то фотографиях в интернете и во всяких социальных сетях, но, как бы, его у нас просто не было в наличии. Поэтому я очень обрадовалась, когда я увидела его на данном сайте. Выбрала его у какого-то более-менее авторитетного производителя, продавца, точнее, и заказала. И, собственно говоря, я очень довольна. Оно очень красивое, я его уже несколько раз лагуливала. Я, наверное, приложу фотографии, как я его надевала и с чем, если вам интересно. Возможно, потом еще выложу видео с этими образами. Очень красивое, очень яркое, при этом нежное, воздушное. Оно такое вот как бы statement necklace называется. То есть это ожерелье, которое достаточно надеть вот его одно, все остальное может быть очень простое. И такое, может быть, не слишком вызывающее, не слишком яркое, может быть, ваша одежда. Но вот это вот ожерелье, оно как бы будет главной изюминкой, главным изюмом вашего образа. И просто полностью его завершит, сделает полноценным. Так что этой покупкой я очень довольна. Качество хорошее. Там на бирочке выглядит, что это Zara и так далее и тому подобное. В принципе, я думаю, что если положить руку на сердце, то ни для кого не секрет, что Zara, конечно, делается в Китае. Поэтому неудивительно, что китайские продавцы могут вам ее продать. Двигаемся дальше. Следующая вещь, которую я заказала, я тоже уже эту вещь носила. Это вот такое платье нежно-розового, такого пудро-розового цвета, персиково-розового, может быть, даже. У него подрез в районе талии, такой именно талии, не заниженный, может быть, даже чуть завышенная застежка на золотые пуговицы. Рукава, которые можно делать по-разному. Можно вот так вот его опускать, а можно вот здесь подстегивать такой, как бы, мини-погончик. Есть, можно подстегнуть, и он будет такой фонарик небольшой. Длина у него не слишком длинная. Я не уверена, что он будет сейчас видно, но я постараюсь приложить, опять же, фотографии, потому что я это платье уже носила, надевала его на свадьбу друзей. И очень много комплиментов получила за это платье. Вот, оно легкое, в нем не жарко, в нем, естественно, не холодно. В общем, очень красивое платье, я им абсолютно довольна, сделано качественно. Материал не слишком мнущийся. У меня оно, может быть, сейчас немножко такое слегка помятое, потому что я в нем ходила, и как бы, ну, целый день в нем находилась. Вот, но зато я могу уже сказать именно по результатам того, как оно в носке. Оно великолепно. То есть, тоже вещь не супер дешевая, не 3 копейки, нормально, оно сколько-то стоило, я уже сейчас не помню. Ссылки на все товары, которые я заказала, я оставлю внизу под видео. Главное, я надеюсь, чтобы эти все товары были в наличии на тот момент, когда я это видео загружу. Но если нет, то будут какие-то подобные. По крайней мере, я постараюсь найти именно то, что я заказала. Двигаемся дальше. Сразу вслед за платьем я покажу сумку, с которой я тоже была на этой свадьбе, на которую ходила в платье. Сумочка выглядит вот так. Что я могу сказать? Я довольна этой сумкой. Как бы она, честно говоря, я не помню, сколько она стоит, просто у нее в какой-то момент была скидка, потом скидка исчезла, и я заказывала ее без скидки, просто потому что она мне понравилась. Ну, в общем, она мне нравится. У меня нет такой сумки, не было на данный момент. То есть, у меня есть бежевый клач, а вот такой бежево-розовой сумочки не было. У нее золотая фурнитура, длинная цепочка, такая вот, знаете, в стиле Шанель именно цепь идет сама сумка. Естественно, нет. Как бы я против вот этих аналогов, как бы известных брендов и так далее. У сумки вот такой вот ремешок, здесь застежечка, точнее, не ремешок, а застежечка, которая поворачивается. Вы либо фиксируете, либо открываете. И вот так вот там внутри довольно большой отдел, плюс есть отдел на замочке, что, в принципе, удобно. Я довольна сумкой. Я ее еще пока что не слишком много пользовалась, но мне она нравится. Она удобная и очень вместительная. На самом деле, такой небольшой сумочке очень вместительная сумочка. Следующая вещь, которую я заказала и тоже уже успела поносить, постараюсь ставить фотографии. Если вы следуете за мной на Инстаграм, то вы уже видели эти вещи на мне, потому что я выкладывала фотографии в них. Это вот такая вот юбочка. Она выглядит вот так. То есть, она довольно короткая. И причем, когда я заказывала, мне предупредили, там как бы есть консультанты на этом сайте русскоговорящие, либо они русские и говорят по-китайски и так далее. То есть, вам очень удобно можно проконсультироваться касательно любой вещи, которую вы хотите заказать. Там размер, ну если это вещь, либо качество, если это, например, сумка какая-то или там обувь. И вот относительно этой юбки, меня предупредили, что она будет достаточно короткая. Поэтому, ну я все равно ее заказала на лето. И что мне было довольно смешно увидеть, когда я ее получила, что здесь внизу не просто подъюбник, а здесь такие панталончики. Это очень забавно. Они тоже такие как бы шелковые. Но, видимо, производитель понимает, что его вещь короткая очень и очень. И на всякий случай перестраховывается, чтобы люди не возвращали, а носили все-таки такие панталоны, а не подъюбник. Они, если вдруг к ткани подлетит, то они у вас, по крайней мере, нижнего белья не видно будет. Хотя эти панталоны, это, конечно, нечто. Вот. Но юбочка в целом хорошее качество. У нее внешне, с внешней стороны очень хорошее, с внутренней стороны, конечно, есть некоторые такие моменты, которые меня смущают. Ну, их-то ты и не видишь, когда ты заказываешь, когда ты смотришь фотографии на сайте. Естественно, изнанку там никто не фотографирует. То есть, где-то, например, не сказать, что торчат нитки. Но сшито как будто вручную. Вот даже какие-то моменты такие. Подклад этот предел, ну, немножко странно, как бы. У нас так не шьют. Вот. Но внешне она очень качественно выглядит. Поэтому я и довольна. Отличная летняя юбочка. Дальше идут две вещи, которые я еще надеть не успела. Но видео хочется сделать побыстрее, не откладывать дальний ящик, долгий ящик. Поэтому, опять же, если вы следите за мной на инстаграм, то вы потом, скорее всего, увидите эти вещи в действии. Либо я выложу здесь аутфиты свои наряды дня. И надену эти вещи. Но пока что покажу вам так. Это вот такой вот жакет, пиджак. Ну, правильнее жакет сказать, поскольку это женская вещь. Как бы, по идее, это Zara. И я заказывала пиджак от Zara. Жакет от Zara. Он легкий, летний. То есть, по как бы качеству пиджака я, в принципе, довольна. Единственная ткань, что совсем синтетика. Я не знаю, какие в оригинале эти жакеты, из чего они сделаны. Но здесь, мне кажется, в нем будет достаточно жарко. Потому что, по-моему, ткань совершенно искусственная. И вообще не дышит тело в нем. Еще не носила, не могу сказать. Но, вот что интересно, как бы, этикетка, во-первых, сделана так не очень долговечно, я бы сказала. То есть, вся полностью этикетка оформлена в стиле Zara. Но буквы вместо Zara идут какие-то FXJC. Что это такое, как бы, какое это отношение имеет к Zara Woman, я не знаю. Но пиджак красивый, мне он нравится. Сделан он неплохо. Какие-то тут недочеты я подправила в виде немножко торчащих ниточек. Но носить я буду его точно с удовольствием. И как-нибудь вам покажу фотографии попозже. И последняя вещь, которую я заказала себе, это вот такая вот блузка. Это тоже Zara. И здесь это именно Zara Woman. Вот можете посмотреть ярлычок, наверное, видно вам. Мне очень она понравилась. Она вот очень-очень хорошего качества. Как же сделать? Я ее тоже еще не носила, поэтому фотографии я вам не прикреплю. Но прикреплю потом, загружу потом либо видео, либо будете видеть на соответствующем инстаграме моем. Ссылка, если что, тоже под видео на мой инстаграм есть. Вот здесь очень красиво и очень качественно выполнено вот это вот украшение. Вышитое из бисера и бусин разных. Очень аккуратно все сделано. Сзади такая капелька и буковка, застежка. Очень нежный, крепший фон и подкладка из какого-то, не знаю, искусственного материала. Я ее не носила, но я ее мерила, села идеально. Смотрится очень красиво, очень-очень довольна этой блузкой. Вот такая вот еще одна вещь из моего заказа. И еще я заказывала на пробу несколько мужских вещей. Но могу показать сейчас только одну, там, в силу определенных причин. Это вот такое вот мужское поло. Ну, как бы классическое поло, да, вот воротничок. Здесь такая интересная отделка каких-то деталей идет. Качество хорошее. На самом деле выбрать очень сложно в плане размера, чтобы это подошло на мужчину. Но тоже, опять же, спасают консультанты, которые очень детально могут вам все рассказать, расписать, объяснить. До сантиметров обхвата талии, груди, живота, высоты, длины рукава и так далее и тому подобное. То есть, просто нужно немножко больше времени потратить. Потому что, ну, нужно, чтобы эти вещи сидели хорошо. У женских вещей, мне кажется, более стандартные размеры. Почему-то, как это не парадоксально, чем у мужских поло. Но, в общем-то, вещи нам вот эти подошли, которые пришли. И мы всем довольны. И качеством материала, и качеством пошива самого. В принципе, наверное, это все, что я хотела рассказать о своем заказе. Это все вещи, которые я заказала. Вроде бы я ничего не забыла. Вроде бы я все упомянула. Надеюсь, что там картинки и фотографии, которые я приложу, будут для вас еще более детальными и информативными, чем просто то, что я в кадре показываю. Мое резюме я довольна своим заказом с этого сайта. Сайт orangetao.com. Все очень понятно. Там есть какие-то, конечно, несовершенства перевода тоже. Они более понятны, чем если вы попробуете просто перевести Taobao с китайского на русский. Буду ли я еще заказывать? Да, я думаю, что буду. Потому что мне понравилось. Шел у меня заказ где-то 3 недели, наверное. Мне кажется, не больше. Ну, плюс-минус полнедели, наверное. И все пришло. Я всем довольна. Очень долго формировала посылку. И, наверное, поэтому и осталась ей довольна. Потому что очень кропотливо подошла к выбору. Поэтому мой вам совет. Выбирайте тщательно. Выбирайте не самое дешевое. И тогда вы, скорее всего, останетесь довольны своим заказом. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что скоро с вами увидимся. До встречи в следующих видео. И сейчас будет маленький пиэс. Как вы могли заметить, я давно уже не выкладывала видео. И это связано с тем, что у меня сейчас немножко изменились семейные обстоятельства. Если вы... Как же эта фраза звучит в этом видео сотый раз. Если вы смотрите мой инстаграм, вы, скорее всего, знаете, почему. Я не буду здесь особо распространяться. Могу только сказать, что я буду стараться выкладывать видео в прежнем режиме. Но это вряд ли будет у меня получаться. Положу руку на сердце. Поэтому не обижайтесь на меня, пожалуйста, что видео стали намного-намного реже. Я буду очень стараться не пропадать, насколько это будет возможно. И всего вам самого доброго, самого большого счастья. Увидимся в следующих видео. До свидания.